МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Михаил Журавский. Здравствуйте. В Севастополе вновь зафиксировали 5 смертей от коронавируса. Умершие люди в возрасте от 63 до 90 лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства города. По состоянию на утро 23 декабря медиками диагноз COVID-19 подтвержден еще в 83 случаях. 110 пациентов выписаны после выздоровления. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 6094 человека, выздоровели 5667, 207 скончались. На сегодняшний день в стационарах находятся 189 пациентов. В отделении для лечения тех, кто болеет в легкой форме, 182, на амбулаторном лечении 19. Под наблюдением врачей остаются 548 человек. Это люди, контактировавшие с зараженными. В Крыму динамика смертности выглядит несколько хуже. В соседней республике за сутки от коронавируса скончались 8 человек. Об этом сказано на сайте регионального министерства здравоохранения. Таким образом, общее число летальных случаев в Крыму составляет 444. Диагноз COVID-19 за сутки подтвердился у 353 человек, среди которых у 23 болезнь протекает бессимптомно. Об этом на своих страницах в социальных сетях написал глава Крыма Сергей Аксенов. Он уточнил, что из общего количества 294 выявленные при обращении за медицинской помощью, 59 среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Всего в соседнем регионе коронавирус подтвержден с начала года у 22 463 человек, выздоровевших за весь период 16 938, число летальных исходов 436. Правительство Российской Федерации направит более 52 миллиардов рублей до конца зимы на выплаты медикам, которые борются с коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во вторник на заседании Президиума Координационного Совета при Президенте по борьбе с распространением COVID-19 на территории страны. Направим на специальные социальные выплаты медицинским работникам еще свыше 52 миллиардов рублей. Это средства на декабрь, январь и февраль. Такое распоряжение уже подписано. Уважаемые коллеги, Ваша задача следить, чтобы и эти средства, и выделенные ранее, быстро и вовремя поступали к адресатам. Михаил Мишустин также поручил министру здравоохранения и главе Росздравнадзора проконтролировать выплаты медикам, поскольку средства на эти цели, как и на закупку препаратов для лечения коронавируса, цитата, федеральный центр перечисляет вовремя и в полном объеме. Также премьер-министр подчеркнул, что власти российских регионов должны заранее принять меры, чтобы в период новогодних праздников система здравоохранения работала эффективно. Глава Крыма Сергей Аксенов обратится в Министерство обороны России с просьбой развернуть в Ялте госпиталь для заразившихся коронавирусом на случай обострения ситуации при большом потоке туристов к Новому году. Об этом глава соседнего региона сообщил в эфире телеканала «Крым-24» во вторник, 22 декабря. Далее цитата. Мы с Вероникой Игоревной, имеется в виду Скворцовой, руководителем Федерального медико-биологического агентства, согласовали, буду обращение в Министерство обороны готовить, развернуть дополнительно госпиталь на 200 коек. Непосредственно это будет город Ялта и, возможно, Симферополь. Будет сначала один, потом второй, с точки зрения того, что у нас приедут отдыхающие на новогодние праздники. Готовимся к тому, чтобы у нас, по крайней мере, в курортных регионах точно не было никаких проблем, если придется вдруг госпитализировать срочно тяжелых больных, сказал Сергей Аксенов. Он отметил, что количество заразившихся с бессимптомным течением заболевания сейчас снижается, а число тяжелых наоборот увеличивается. Снова цитата. «Мы усиливаем группировку приглашенных специалистов. Я договорился с Вероникой Игоревной Скворцовой. Мы в Ялте увеличиваем и количество койко-мест до конца этого года. Сегодня там 120 коек, значит, будет 200. А за январь месяц до 1 февраля 250 коек», резюмировал Сергей Аксенов. Зимние каникулы в крымских школах начнутся досрочно. Решение о переносе дня окончания учебы принял глава республики Сергей Аксенов. Исходя из сложившейся эпидемической ситуации, посоветовавшись с Роспотребнадзором Министерством образования Республики Крым, принято мы решение, значит, каникулы новогодние начнутся с понедельника. Он уточнил, что пятница, 25 декабря – это последний учебный день в этом году. Сами каникулы будут длиться две недели, добавила министр образования Крыма Валентина Лаврик. Те дни, которые не отработаны за это полугодие, они будут отработаны по темам в следующем полугодии, в третьей четверти. Родительские собрания проходят сегодня, завтра, послезавтра в онлайн-режиме. На родительских собраниях акцентируем внимание родителей о том, чтобы за каникулярный период дети были под четким контролем родителей. Особое внимание Валентина Лаврик попросила обратить на соблюдение детьми техники безопасности в период зимних каникул. В следующем году начнется реконструкция зданий панорамы и диорамы. Одновременно с этим демонтируют и отреставрируют их основные элементы – живописные полотна. Состояние фрагментов исторической картины Франца Рубо, которая сейчас находится в запасниках музея, оценят специалисты Государственного научно-исследовательского института реставрации. Они ответят, возможно ли восстановить оригинальные живописные полотна Франца Рубо. Однако начнутся работы не раньше марта, как и на самом историческом бульваре, где сейчас проходит экспертиза. Большое количество экспертных мероприятий, связанных с необходимостью понимания, что было сделано, что не было сделано, что было сделано с соблюдением всех требований, что было с определенными нарушениями, существенно тормозит эту работу. Очень существенно. Поэтому, к сожалению, завершение всех экспертных технических процедур состоится в конце февраля-начале марта. Кроме того, специалисты судебной экспертизы оценивают коммерческие объекты на историческом бульваре по вопросу выкупа и использования земли для нужд музея. Однако единой концепции туристско-рекреационного использования этой территории пока нет. Если это объект, который дополняет, мы вместе решим с общественным советом, с горожанами. Если этот объект дополняет как бы единую концепцию того, для чего мы приглашаем туда жителей и гостей города, это одна история. Если мы считаем, что он должен быть каким-то образом обособленным, значит, он должен обособиться и жить своей концептуальной жизнью. Чтобы следить за продвижением строительства и влиять на решения подрядчика, директор музея обещал создать общественный совет, первое заседание которого планировалось провести в начале ноября. Однако в конце декабря эта структура все еще не создана. Теперь руководство музея хочет создать отдельный экспертный совет. Количество желающих, чтобы общественный совет пополняется. И мы даже сейчас думаем о том, что, наверное, как-то надо думать о том, чтобы этот список не делать закрытым. Потому что, когда мы пытались регламентировать и говорить, что мы как-то завершаем эту работу, это вызывает очень большое неприятие. И плюс к этому мы поняли, что когда мы расширяем этот совет до большого количества людей, он совершенно не отвечает тем интересам, не сможет отвечать функционально и организационно тем интересам, которые необходимы нам по историческому бульвару. Там должны быть именно профессионалы-эксперты. Поэтому мы сейчас задумались о том, чтобы по историческому это был отдельный экспертный совет. На новогодних праздниках для севастопольцев запустят историческую технику на Сапун-горе. А сам мемориал украсит новогодней иллюминацией. Тематически оформят буфетную зону. Запускать танки Т-34 планируют с 4 января каждый праздничный день ориентировочно в полдень. В музее предупредили, что в случае ухудшения эпидемической обстановки в Севастополе праздничные квесты проведут в онлайн-формате. Учитывая то, что экскурсии сейчас не проводятся по известным причинам в здании диорамы, а экскурсоводов, мы попросили занять, скажем так, места возле той боевой техники, которая расположена по главной аллее, вот эти наши пушки, другие виды вооружения, для того, чтобы они каждому, кто проходит мимо и проявляет интерес, рассказали, что же это за орудие. Напомним, легендарные боевые машины «Катюша» и «Андрюша», самоходные установки Су-76 и Су-100, тяжелые самоходно-артиллерийские установки Су-152 и Су-122, танки Т-34 и ИС-2 отремонтировали и поставили на ход во время первой очереди реконструкции Сапун-горы. Тогда же по периметру мемориального комплекса смонтировали высокий черный забор, на который регулярно жалуются севастопольцы. Директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника отметил, что такое мрачное препятствие установили для обеспечения правопорядка и безопасности на территории музея согласно законодательству. Я не сторонник заниматься вкусовщиной, и даже не буду высказывать свое мнение по поводу художественного исполнения цветовой гаммы этого забора. Ну, правда. Значит, то, что после завершения реконструкции на Сапун-горе понадобится многое, что сделать для того, чтобы это сделать более комфортным с точки зрения эстетического воспитания, это 100%. И это не ограничится только забором, его внешним видом и цветом. Александр Барков предложил провести общественное голосование в социальных сетях, чтобы решить, как сделать вид устрашающего забора более эстетичным. Мы должны с вами понимать, что если потрачены бюджетные деньги, то, наверное, надо очень осторожно относиться к тому, чтобы потратить, очевидно, такое же количество, понимая, что существует, может быть, не меньшее количество не менее важных задач социального плана. Инспекторы севастопольского лесничества проводят рейды по выявлению незаконной рубки хвойных деревьев накануне Нового года. Основные районы патрулирования находятся в черте города. Контрольные выезды проходят утром и ночью. Пойманным нарушителям грозит большой штраф и даже уголовная ответственность, ведь основной хвойный эндемик Севастополя, крымская сосна, занесен в Красную книгу. Эти мужчины в камуфляжной одежде не военные, а инспекторы севастопольского лесничества. Они патрулируют лесную полосу с целью выявления новогодних лесорубов. Тех, кто в нарушении закона решил срубить себе елку. Ежегодно во второй половине декабря наступает жаркий период в борьбе с браконьерами. В новогодний период у нас участились рейды утренние, ночные по охране елки. В данный момент нарушение у нас не зафиксировано по Севастопольскому лесничеству на предмет спила елки. Она у нас считается краснокнижной. Большинство хвойных деревьев в Севастополе представлено двумя видами сосен – сосна пицунская и крымская. Обе занесены в Красную книгу и охраняются государством. Нельзя не только рубить деревья, но и даже срезать ветви. За это грозит серьезная ответственность. Считается материальный ущерб в размере тоже до 75 тысяч рублей. И уголовное дело. Это не административное правонарушение, а уже заводится уголовное дело на предмет спила краснокнижного дерева. Суровость наказания работает как хорошая профилактика. За прошлый и неполный текущий год нарушений не выявлено. Помимо рейдов в лесах, инспекторы Севастопольского лесничества проверяют и елочные базары. Иногда это приводит к интересным открытиям. Вот мы вчера проверяли елочный базар, и нам показали документы. Магаданская область, с Магадана привезли ель. Ну, проверили документы, да, все печати совпадают, все совпадают, накладные совпадают. Общая площадь лесов в нашем регионе составляет более 34 тысяч гектаров. Все они входят в состав Севастопольского лесничества. Злостным нарушителем становится каждый, кто выходит в лес за живым новогодним украшением для дома. Ситуация будет еще хуже, если это окажется природная охраняемая территория, а дерево краснокнижным. Николай Кузнецов, Дмитрий Лелека, Севинформбюро. Полиция Севастополя разыскивает пропавшую без вести жительницу города Футурнюк Марину Васильевну. 33-летняя женщина бесследно исчезла из своего дома на участке номер 131 в СНТ «Электрон-2» вечером 20 декабря. До настоящего времени ее местонахождение не установлено. Приметы пропавшей. На вид 30-35 лет. Худощавого телосложения. Рост около 165 сантиметров. Волосы светлые, до плеч, глаза голубые. Управлением ВД России по Севастополю обращается ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Марины Васильевны Футурнюк. С просьбой немедленно сообщить об этом по телефонам, которые вы видите на своих экранах. 59 44 40 плюс 7 978 762 50 03 плюс 7 978 750 55 51 или 102. В центре Ялты трое автомобилистов устроили гонки. Они двигались по городу на большой скорости и опасно маневрировали, провоцируя занос автомобиля. Жители Ялты успели заснять на видео, как гонщики дрифтовали на одной из основных улиц города. На стритрейсеров составили 35 административных протоколов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России во вторник. В полицию поступили сообщения от жителей города Ялты о том, что на центральной улице на большой скорости передвигаются несколько автомобилей, которые опасно маневрируют. По словам званиевших, машины также выезжают на встречную полосу и создают угрозу жизни и здоровью граждан. Сотрудниками госавтоинспекции правонарушители были установлены. В отношении троих мужчин составлено 35 протоколов об административных правонарушениях. Дрифтерам грозит наказание в виде штрафа или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев. А к этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро. Телефон редакции 59-0060, а также мобильный, плюс 7-978-900-3131. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfistv.com. Ждите новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова